у меня есть такая мысль есть такая мысль как найти золотую середину мужчине в семье по отношению к своей жене с одной стороны муж глава семьи и должен показывать свой властным женою а с другой стороны есть другая крайность когда муж подкаблучник но как найти золотую середину не быть подкаблучником или превратиться в деспота на почему там и такие полюса взяты вот я на и надо вроде как про себя думаю я к жене свят нашлось уважительно она пару седут на меня что я и не люблю строго к ней отношусь и не слушаясь и и мнение не учитывая игнорирую ее то есть веду себя как только скажем так ну как царь от которым нет контроля только раз со стороны всевышнего кто кого игнорирую кто на ком стоит ну скажем так на меня жена иногда обижается что я веду себя слишком жестко по отношению к ней не жестоко а жестко ну ставлю на место ну ладно ладно строго строго вот и а с другой стороны написано написали что женщина это сосуд немощный и относиться к не надо как немощному сосуду именно ну как вот с нежностью с любовью и нежностью да да так она немощным сосудом и должна быть они чугуном у казаков который на всех варит котел майдановский она и должна соответствовать это масса она себя ведет как чугун но естественно что она тебя разобьет голову а вот как середина да нет никакой середина есть голова есть хвост а хвост туда куда муж укажет а вот она говорит ну и пусть она говорит слабое создание я был в синоде а там архимандрит был кондратюк отец арсений я говорю отец арсений жена жалуется что я бываю жесткий с ним жесткий а ты скажи или я как с пророками обращался жестко нет зачем он взял илью но вот так мнение о ней и не должно быть если ты уже решил она должна только выполнять пример для нас сегодня это мусульмане то чтобы она от него уехала куда-то бросила это никто не слышал даже за 1300 лет вообще как это так если бог дал мужа ты должна любить его антихристово племя так в интернете такая там девчонка одна отвечает и видела этот сюжет но вот так должен конечно с нежностью вниманием с любовью во всем но если она этого не понимает это ее дело мне нравятся слова одного человека которого не все уважают он говорит я отвечаю за свои слова а не за то как вы их понимаете понимаете так и здесь если я глава вопрос снят а ты не даешь мне говорить то другое мы же надо учиться в безмолвии игру простое дело учить же не не позволяю не властвовать над мужем это кому говорится и жене проживи с утра до вечера один день она все время возникает она ведет себя как хозяйка чуть что а я не жена жена как они жена то даже ослушаться ты сама себя определила она начинает думать тогда у тебя неправильно ну я же это правильно я заметил у меня тоже такая же история и начнет она где-то по-своему я уже точно знаю с вечера у ней начнутся неприятности она свяжет на два-три дня и ни один врач болезни определить не может на дом вызывает врача умирает буквальном смысле умирает прощается все но помолись но помолись помолился на ноги встала проходит неделя две опять начинает как говорят бухтеть вот сейчас она пощепурилась после богослужения вот здесь заходила я хочу ехать в барнаул как правило то она пенсию получать то там сейчас дети войны кто войну был уже ребенком им счетар дают какую-то льготу куда она денется льготы через месяц мы едем но я еду уже с романом она договорилась а кто тебя благословлял я не благословлял и рассуждать нам нечем так иди домой занимайся своими делами то есть я немедленно показываю вас любой скажет что я не подкаблучный но я ее должен держать под каблуком да нет она рядом тело моё у меня отдельный дом что ей надо в городе у не отдельная квартира и живет не где-то рядом через стенку но она должна спросить нужны ли мне ее пельмени и блины они так прошлый раз принесла то не принесла а позвонила еще звонит володя пошел не дождешься или никита я не знаю кто ты бегал но все я выговорил больше ничего без разрешения не делай мы в этом не нуждаемся у нас по очереди дежурит никита или володя тут середина не надо искать ее нету зачем искать ну главное то что я тебе говорил деженись и все было по-другому вот когда бывает ребенок больной там то другой я вопрос обычно задаю такой он не был зачат в пьяном виде жена может выпивает или муж то что спрашивать это это дети голубого понедельника как немцы говорят и все у нас тут один уехал он даже как бы маленько родственник по жене в германию это она то ли немка то ли кто оказалось я знаю фамилию брату не епископом даже у каких-то находится а ребенок не туда не сюда я вас спрашиваю ну и как врачи там грики осмотрели лет в шесть и пока показали дохлое дело не выправить не выправить ну и где твоя выпивка он пьет до потери ну и вот вози теперь с ним всю жизнь всю жизнь убить ты его не убьешь тебя посадят и он делает не то что ты хочешь он делать что попало не в школе он не будет не в институте нигде но дорогая стопка обошлась выходит не случайно римляне до 30 лет запрещали стопку выпить смертная казнь они заботились о потомстве как спартанцы такой вот мой ответ а что больше каких мужей до 90 с лишним процентов подкаблучники один решил подарить осла но у него два осла черный белый там если где найду что муж хозяина заходит кто у вас хозяин а что вам надо я спросил кто хозяин тут у меня подарок один но я хозяйка он ведает я пошел дальше и наконец в одном месте вышел хозяин солидный такой кто хозяин я мужчина я хозяин вы как скажете так всегда и будет да но если жена по-другому но я скажу она нами должна сказать хорошо он говорит я решилась и найду мужа не подкаблучников подарю осла у меня белый и черный вам какого подождите маленький женой посоветуйся понятно и этот один оказался с брачком в этот рассказ слышали про строгость как он раз-два-три считал я не помню девочка одна была хорошая у родителей капризница бывало и уже время выдачи молоденькая совсем и посватался один фермер они его знают ранчо у него там телят штука 300 он приехал я жениться хочу мне нравится ваша дочь давайте ее спросим ну и спросили элден там ты пойдешь пойду она она посмотрела он сами там бородой шляповая сомбрера такое все ну все ладно просились пообедали чего там заплатил еще требуется сказал где адрес поехали едут а она щебечет смотри сэм посмотри вот какая природа тут мимо моря едем там он молчит ни слова он молчу ни слова как нэл армстрон который на луну летал первый который опустился я к нему вернусь уже говорит недалеко километра два осталось лошадь споткнулась вдруг посуровел раз а что такое раз они отвечают опять едут и на повороте лошадь снова споткнулась это же самое две лошади запряжены 2 она на него смотрит раз два то не разговаривал ни слова уже показался журавль там у колодца уже подъезжает и лошадь споткнулась он вышел молча вытащил пистолет в ухо лошади поставил и выстрел три как ягод подняла крик жестокий за кого я замуж вышла такая кобыла такая она хорошая я ее даже гладила она лежит ногами дрыгает все кончается он говорит посмотрел на меня говорит раз я вот как села это уже 72 год молчу хорошая притча с намеком он 2 уже не мог ей сказать она все поняла женщину нужна вот такая крутая крепкая рука сказал собирайся и вопросы сняты куда авраам получил повеление сара пошла и 318 рабов могущих носить оружие не надо с ней советоваться не надо по этому делу от повеления когда божественно а по домашним то делам ну ясно делаю жена лучше разбирается иногда бывает острее меча говорит она знает то ли помидоры то ли виноград посоветуйся что требуется купи не балуй а не так как она вышла замуж за него он семинарист стал священником я дай ему условия ставить стёпа отец степан я была магазине там такая люстра ты мне купи и вот гряди никто нет а если не купишь я обижусь ну обидишься мариночка ну денег нет сейчас нету ладно стёпа там пьесу ставят театре пошли на освещение как ты без рукавки пойдешь и никто тебя не узнает то да ну не могу не пойдешь церковь не пойду делать больше ничего на ладо марина собирайся пошли то есть она диктует ему условия а я в это время у них печку делаю и все слышу и отец приехал то есть есть ребенка качает на коленях и поет пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это поповский ребенок борьбе за это за советскую власть до того мне потешно я едва сдерживаюсь освещение хороший такой видный какой хороший такой же молчун их настоятель к ногтю прибрал а к нам они относились хорошо едва брата понял да а вот наверное стронг у него такая история была вы молчу и и когда спросили как вы замуж за него выше в одном ведомстве работали однажды он спросил можно вас проводить а прошло три года как мы познакомились шли молча он прославился и говорит за меня замуж пойдешь я поняла если скажу подумать надо еще три года ждать придется я тут же бросилась на шею посол сказал как я ждала этого слова завтра идем загс у меня двоюродный брат его отец и мои родные братья и звать его василий лапкин жениться надо он молчит они ему нашли невесту в другой деревне и поехали свататься приехали он сидит ну как ей сказали ты вы как мы покажем тебя знак ты выйдет там стенки зима а его мы туда вытолкнем к ней но ему говорят понравилась невеста то еще так свататься ты будешь не знаю мы взяли его в стенки вытолкали на крючок закрылись а а уже она рассказывает он так подошел к ней насупился пойдешь я поняла второго слова не дождаться я говорю пойду в баруане брали как-то там то ли грибы то ли ягоды и она заблудилась и крещит вася вася где ты никого нигде нету она в панику металлась туда-сюда нету гляжу говорит он рядом за сосной стоит на чё ж ты молчишь то я же заблудился да нет понятно молчаливые эти браки они более прочие многоглаголевая жена это горе она не с тобой с одним будет говорить она найдет себе шлямбур со змеем шашни завела и все потеряла дамушка и хорошо одному быть одному куда лучше быть одному падает хорошо ему оставаться как я не хорошо в раю когда был один на всю вселенную и он не с кем поделиться смотри как кенгуру устроена какая большая больше человека а рождает кенгуренка с наперсток он ползет по шерсти доползает сумку присосется и там еще будет больше года расти в этой сумке чудо я чудо-то вижу а с кем я поделюсь мне охота бога просать а какое пение какие звуки никто не слышит зверь это не разговаривают называется бессловесная скотина так что ну жена бывает иногда права ну тут права уже качать не надо права и все она любит что-то покупать она любит тратить деньги тут строго поставь ни копейки кроме того что на еду идет на еду идет остальное я разберусь у меня все порвалось не все порвалось вот та еще даже не порванная кофта носи все кончилось раз все на место чтобы она знала еще два третий тебе ой 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 это как сейчас youtube если ты чужой ролик себе перетащил и он у тебя работает на рекламу ты получаешь большая переда беда грозит тебе предъявит иск ты должен оправдаться что ты взял и заплатить три предупреждения или два даже два или три и тебя закроют но если я ничего нет он откроет но как я закрыты когда у меня 8200 роликов тысяч вообрази и у меня было так один наш в общине без нас загулял запил и мы были его и давай его уговаривать ну и в интернет выставили все и кто-то не он дескать я не хотел это выставили тем более по фамилии и имя город где мы на утро завтра все поехали к нему он паспорт открыл и говорит я был не против и я сейчас не против чтобы тот ролик был опубликован мы второй ролик сразу выкинули все ничего нет а кто это сделал я примерно догадываюсь там бабенка одна расположенная хотела бы за него замуж выйти сдохла собака как говорят то есть я не знаю как но бывает такие женщины с которыми жить невозможно мигера и завели пронырливая я это не знаю вот сейчас скажу ей она здесь будет сейчас я кабрякну все скажу щасе и готовь что-то она будет готовить сказал собирайся поехали поехали вопросов даже нет это такая же самая езовель которая была царицей у царя льва по-моему до ахава нет ни у земли хава было а та которая погубила концы насчет и на кассе на кассе на кассе на кассе не крестник кида там и завели и она златоустого тоже царицы там там его гнала евдоксия 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 тоже женщина или и вот это и завели ахава жена то есть от женщины или я никого не боялся а тут через всю иудею бежал иоанн креститель не мог бежать потому что уже был арестован женщина горше смерти из серых горши и опасайся опасайся и смотри как она поет как она там что и но такой вопрос вам ответ еще что я заметил одно явление есть такие вопросы по которым я убежден допустим своей правоте в своих наблюдениях но послушал вас начинаю понимать что я был неправ ну и что вы умеете убеждать людей у вас это дар и главное без всякого принуждения без такого и панула за понимаете как это говорят зомби просто словами со ссылка на библейские факты исторические факты вот вас просто но вы не любите дифферамбов ну куда я не диктую может не принимать но если это в поезде и нельзя проводникам пройти где я сижу там слушали так ясно дело что люди обращают внимание третяковской галереи там один зал такой тупиковый иконы я со мной группа людей наших я ему без адреса там наши братья-сёстры я начал объяснять ну прошло минут десять нет не прошло полностью зал забитый зал милицию вызвали милиции не может пробиться один к одному вплотную потом милиция пробилась вокруг меня стали я иду своим объясняю я вокруг они меня охраняют когда выше за мной следом идут в этот день я проповедовал соборе василия блаженного у спроси сейчас там до патриарх соборе василия блаженного не проповедовал потому что это музей я проповедовал и за мной там гонялись гонялись они кричали где он да сейчас горит на этом этаже прошел только оттуда я выехал из барнаула и резко изменил направление уехал в караганду потому что там назначена была встреча с адвентистами седьмого дня у них профессор теперь есть волкода волкала волкодавский кажется он приехал специально на встречу мне они понравились везде все у них динамики установили ну так а баптистам вот эти кончаются назначают другие баптилисты то писятики мне это нравится и вот волкода волкодавский кажется мы беседуем не задают вопросы кто-то убеждается кто-то нет противоречий нету а могу ли я его убедить меня и убеждать не надо не говорит а вот чай вы как пьете я говорю чай не пью считаю за наркотик что вы они не пьют я бы ни какао не кофе прям все по нашему у вас а у нас травами травами щебрестом с корен солодким пожалуйста то есть мне легко среди них работать они понимают что хорошее я умею вычленить из общего то что вы есть у них я с мусульманами вместе а вы стране ну не идите я вообще мясо не ем они сразу меня есть мясо совсем я докажу вам что-то полезно но в доме мулы когда ночевали себя надо где-то сокращать и тогда к тебе отношение было я город в латвии был живут там лет по 20 контакта с разрешами ничего не знаю я с первого дня еще не приехал и дорогу же купил учебники изучая язык обязательно в латышскую бригаду с латышами чтоб они по их тянуть они говорят не понимая не сопрот не сопрет не пара слайкс в настоящее время надо самому как-то смотреть вот я вхожу в камеру 70 человек уголовники все до одного убийцы при том бывает маньяк все расположен я только зашел в двери господи иисусе христе сын и божий помилуй нас мир дому сему все остановилось один подходит как называет старший пока вере паха а что за статья 190 прим а что такое 190 это за счет это на милицию наехал а 190 прим но я горит а по суровее статья это означает я распространял сведения которые несоответствует действительности порочащие общественной государственной строй советского союза удают и уже в этот день вечером с восьми до десяти в десяти отбой полная тишина ни один не закурит я диктую условия три человека нашлось который не курит они тщательно моют руки я даю евангелие они считают и я разъясняю охранники отверяют дверь и стоят и двери слушают я разговаривал самыми знаменитыми узниками которые по 25 лет сидели приговоренные к расстрелу были я говорю что у них было да ты что никогда нигде что мне бог дал власть власть над душами людей я ни разу тур на ими не воспользовался они меня ждут и сразу заключенные любят сказочные дабы дескать я вроде такой что чуть ли не двери открываю всех выпускаю из тюрьмы но правда было один татарщонок он с ножом не ударил еще поросенка своровали а по старожихе ножом татарщонок он мусульманин какая свинья там участвовал до семи лет он лежал смотрел и говорит а можно я вашему богу молиться можно рахим давай вместе со мной становись на колени я брата иду попал туда ему они говорят отец этот татарщонок выпустили три года условно дали о а молва идет дальше я делюсь тем что у меня есть о хвалишься хвалящийся хвались господом со мною господь они меня охраняли вот при саде у меня проводим а спят 35 человек негде ложиться одни спят потом другие вахтовым методом ко мне подошел так вы отец где бы хотели я говорю где воздуха побольше чтобы рядом не курили так только того ну решетки ула так вася долой нижнюю шконку мне так ты тоже куришь пошел отсюда мне две койки одному 2 а на всех на двоих одна и он этот вася-то это забухтел на меня а кто-то заметил что он у кого-то что-то своровал у него это нашли матрасе один руку тянет другую ногу рот забили грязной половой тряпкой начинали его сапогом охаживать меня до слез жалко его стало я заступился он как-то выплут отец игнатия убивают они как захохотали ты поразить же угрожал его а сейчас отец игнати ты же угрожал ему можно слышали то нет я просто вот пожалуйста как господь вразумляет это моя история мой путь мой путь в межи моей прошли по прекрасным местам как и наследие моё приятно для меня мне это интересно мало того так сохранились добрые отношения с начальником тюрьмы на свободе встречаемся с политоотделом тюрьмы он ходил на презентацию моих книг ульяновский владимир как его там владимир кажется что начальник тюрьмы александр семенович соломин охране который мне сверху когда прогулились решетка там сверху ну сваренная мощно и он мне бросил листики осенние я их с собой держал там в евангелии и потом я вернулся я его нашел и отблагодарил я всех кто мне помогал даже здесь а был хабаровске поехал хабаровск найти кто мне помогал и всем подарить книги в тюрьму везде но кузнецкий где был всех нашел директора бараули сергей пупов меня возил одному дарю а он много стекла подарил мне а он зашел в комнату гляжу выносит новая шуба которая никите подарил там дубленка он я ему книги а у меня ну книги я не все нового завета до слова божия директору рт и резинотехнические изделия хромов анатолий петрович нашли его где он работает я ударю не берет ты от меня сначала возьми вытаскивай деньги я не беру тогда я книги не возьму пришлось взять он подарил 4 лодки шланги вот эти коврики под ногами это все его потом дети катались на грунт на них я однажды решил похвалить я говорю модельку плавать на лодках только в понедельник а то в воскресенье а понедельник не даем да вы что да разве до этого дал пусть каждый день плавают я еще дам он не нашего круга совсем потом гляжу чатах там роется достает шоколад а у меня сумка с собой было в сумку шоколад толкает и деньги это ребятишкам я все могу сказать бог располагает сердца людей соломон говорит если пути человека угодны господу он и врагов его примерять с ним а он не был врагу патриот другой санкостроительный завод много гвоздями помогал там и не один раз насос которым вода качается алтай хороший насос он я долго его искал горшков весислав григорьевич а он оказывается ректор института какого-то политехни политеха или там юридического я его нашел ему все подарил насколько там благодарность это было у меня на сердце лежит я прошу и мне людей эти находят и дальше я благодарю не всех нахожу некоторые укрываются и я уже так думаю укрываются с прокурором края были такие близкие отношения но они арестовали директора банка и центробанка но правильно ли не правильно там очень сильная была адвокат она моим адвоката была власова валентина васильевна она сумела доказать что пришли вооруженные с автоматами и ничего не нашли а вот арестовали вот тоже умер в тюрьме но и за него теперь взялись и ему пришлось оставить свою должность генерал-лейтенант ему конечно неудобно я так понимаю я тут ведомством каким-то заведует тоже наш мой как сказать на моей племяннице женатый адвокат он у него работал следователь по особо важным государственным преступлениям и он говорит можно найти его но видимо не расположен встретиться хотя до этого у нас такие встречи были то есть вот уже не при прежних регалиях вообще такое дело что любопытно первая книга которая прочитал начал читать вашу в интернет этом варианте и она мне очень понравилась по слову по изложению эта книга для слова божьего нет пус это первая книга какая для слова божьего нет пус вы потом не через володю представить по почте эту книгу с трехтомником да да эта книга является ключом другим книгам это ваша биография это ваша жизнь да ладно мы до вечера я сейчас уйду так ребята сейчас скажу что тут делать там не прикасаться пока не засохнет все если вам нужно рубить стучки идите рубить так слава христу все благодарим кто участвовал записи слава христу вот работа настоящая гвозди равнять кривые слава богу да и и и